Спасибо и здравствуйте. Ваше внимание, благодаря нашу команду Бердыеву. Как вам, Никеевич? Как обычно вкратце ваша оценка игры? Ну, конечно, это очень здорово, что мы прошли серьезную команду. Это команда с богатым международным опытом, достаточно сильным и квалифицированным футболистом. Я за это благодарен ребятам, за их самоотдачу, за игру через «Немогу» в некоторых эпизодах. Вот в целом все. Так, пожалуйста, вопросы. Вопросы. Какое ожидание вы увидите? Какое «Динамо» сегодня? «Динамо» – она сильная команда. Мы представляли ее силу. Если кто-то думает, что «Динамо» слабо сыграл, то тот заблуждается. Я вчера на пресс-конференции говорил, что один из двух травмированных игроков – это был Ансалдский, к сожалению. Не смог принять честь. Но второй играл. Всю игру причем. А когда-то ушиб был сильный. Нет, просто там ушиб был сильный. Но надеемся, что все будет нормально. Пожалуйста. Жребий слепой, кого вы не хотели видеть в следующем сопернике? Я бы хотел видеть «Арсенал» и все остальное. Для болельщиков для наших. Пожалуйста. Поздравили с юбилеем. Они не знают про это. Есть вопросы? Падал Игейн, ситуация с «Авусом» как? «Авус» приезжает. Слава Аллаху, так все, операция прошла хорошо. Сейчас 7-го числа прилетает с физиотерапевтом, который разрабатывает сложную операцию. На кейс была. Ну, слава Богу, что все нормально. С 7-го приезжает. Он тренируется в полном объеме, но у нас специалистов, кистевых специалистов по физиотерапии очень мало. Поэтому он там работает и проходит процедуру. Он остается в Урмении, да? А? Урмении остается? Да, мы договорились, что он продлевает контракт на 3 года. Пожалуйста. Мартин Собоев, это взаимодействие на следующий раз? Да. Мартин Собоев тоже сейчас признался, что за последние 5 лет первой тренировки, где у него нога не болит. То есть после операции, которую он сделал, она нога все-таки его тревожила. Он и тренировался через боли, играл через боли. Но сейчас, слава Богу, все позади. Он с таким удовольствием тренируется. То есть надеемся и ждем его, тоже как и Эдуарда. Так, пожалуйста. У матрицы матча «Динамо» по вашему циклу наиболее серьезных проблемах? Второй тайм, середина, где ребята уже перестали перестраиваться как нужно. И здесь уже появились моменты. В середине второго тайма беспокойство вызвало. Павел Михайлович, вот этот гол пропущен в самом конце, может ли это быть положительнее? Положительнее, вряд ли, потому что концентрация должна быть до конца. И мы вот этого и боялись. Это лишний раз подчеркивает, а квалификация «Динамо», которая играет при любом счете, до конца. Пожалуйста, Александр Викторович. Кану Светланову дал прогноз при начале матча, что Рубин выиграет 2-1. Вы его воспринимали как шутку? Вообще никак не воспринимали. Так, ну нет вопросов. Спасибо. Ну, этот матч мы, на мой взгляд, значительно лучше провели, чем тот, который в Киеве. Но не реализация моментов и, опять же, нелепые ошибки. Две ситуации, мы пропустили два гола. Нам в целом нужно было атаковать больше. Ситуация для Рубина, она была проще. Ну, и они в этом получили преимущество. Ну, это вам видно было. Подсказки, наверное, они не слышали. Наверное, они не слышали. Потом, игроки возбужденные. Это нормальный рабочий процесс. Почему? Ну, это было два нападающих. Было два нападающих. Если вы смотрели матч, то был Ермоленко. И он был не с фланга. Он был вторым нападающим, который играл все время на атаку. Поэтому вы невнимательно смотрели. Ну, что значит по игре, не по игре. Побеждает всегда тот, кто забивает. А тот, кто не забивает, тот не побеждает. Рубин свою игру играл. И они добились своего результата. Результат первого матча явно повлиял на ситуацию во второй игре. На ведение игры. Ну, это мы каждый раз будем говорить, почему не было одного или другого игрока. Я уже вчера объяснял, почему вот сегодня эти играли, а не другие. Ну, наверное, эти голы, которые, что в Киеве первый гол, что здесь первый гол. Хотя, ну, мы делали здесь сегодня все возможное для того, чтобы мы забили гол, который не насчитали. Такой очень сложный эпизод был с Брауном, когда выход был при обводке внутри штрафной площади. Мы имели очень много моментов здесь. Работа ведется, но это связано с эмоциями. С эмоциями и с техническими нарушениями. Ну, наверное, нужно проявить терпение определенное в любых ситуациях, которые есть. Вот это самое главное. Терпение всем и нам, и болельщикам, и вам.